МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Андрей Шворнев. В эфире информационная программа «День», подготовленная для вас в телекомпании СТВ. И вот какими событиями запомнится 10 сентября. Казаки. Традиции, настоящее и будущее. В Ставрополе прошло заседание Совета при президенте России по делам казачества. Приоритет отдан образованию. Владимир Чуров, певица Диана Гурцкая, волонтеры и региональные избиркомы страны. ЦИК вышел напрямую в видеоконференц-связь, чтобы проверить готовность к выборам 14 сентября. Грандиозное зрелище и непередаваемые ощущения. В Пятигорске проходит традиционный фестиваль воздушных шаров к обменводу «Жемчужин России». Перспективы развития казачества обсудили сегодня в Ставрополе на заседании Совета при президенте России под председательством полпреда в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Наиболее важные темы образования и межконфессиональные отношения. Подробнее Олег Исаев. Многоконфессиональное и многонациональное Ставрополь по сути является колыбелью казачества. Оно появилось на этой земле раньше, чем был образован сам край. Поэтому возрождение, сохранение и развитие традиции культуры казачества приоритетно для власти региона. Особенно в разрезе гармонизации межнациональных отношений. Александр Беглов привел в пример Ставропольский кадетский казачий колледж. Поезжайте, я вам рекомендую. Посмотрите, какие там замечательные дети. Как они друг друга поддерживают, как они учатся и как они умеют дружить. Вы знаете, хороший пример на Кавказе как дружба. Но дружба не подразумевает под собой дружба между национальностями или конфессиями. А дружба – это дружба. Поддержал эту позицию митрополит Ставропольский и невиномысский Кирилл. Он отметил, что якобы имеющие место быть межнациональные и межконфессиональные проблемы на Кавказе надуманы и не соответствуют действительности. И примеры этому можно видеть на молодежных мероприятиях, которые в последнее время стали очень популярны в регионе. Вот я недавно буквально открывал с муфтием нашего Ставропольского края православно-мусульманский лагерь на территории Ставропольского края по 30 молодых ребят, православных конкретно, не конкретно мусульман, которые потом становятся после двух недель в совместном лагере большими друзьями, переписываются, друг друга поздравляют. Поэтому единственное, может быть, чего нам не хватает, то, что как раз и сегодня пытается власть осуществлять. И мы, церковь, как можно больше диалога, как можно больше встреч. Глава края Владимир Владимиров отметил, развитие казачества на Ставрополье нужно начинать с образования. Сегодня в крае есть 211 казачьих классов, в которых учатся около 4000 учеников. Есть три казачьих школы и один казачий колледж. Правительством региона просчитан проект строительства в Кисловодске Северокавказского кадетского казачьего корпуса. Ну и продолжение этой работы – это вовлечение казачества в общественную функцию охраны, оберегания. Я бы даже больше сказал, потому что нельзя ограничиться охраной, потому что мы, с одной стороны, спасаем леса, с другой стороны, боремся с браконьерами, и с третьей, немаловажной стороны, может быть, обеспечиваем общественную безопасность. Но я думаю, и все это должно продолжиться даже не развитием, а через все это должно проходить направление храма Филимоновской и развитие основы казачества веры – это будет составляющей этой программы. Напомню, сегодня в крае работает закон о казачестве. Согласно этому документу, казаки совместно с сотрудниками МВД охраняют общественный порядок. Десятая часть руководителей муниципальных образований края – казаки. Ставропольские общества активно участвуют в общественно-политической жизни региона и страны в целом. Яркий пример – доставка казаками на юго-восток Украины гуманитарного груза. Кроме того, как прозвучало, именно казачество является тем буфером, который призван урегулировать отношения между различными национальностями и конфессиями Ставрополя. Олег Исаев, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Избирательная комиссия Ставропольского края сегодня сверяла часы с Центральным избиркомом и коллегами из других регионов страны. В режиме видеоконференц-связи представители субъектов федерации рассказывали о готовности к единому дню голосования 14 сентября. С чем Ставрополье подходит к этой исторической для себя дате и что еще предстоит сделать за считанные дни до открытия участков, выяснял Леонид Нечапуренко. Здравствуйте, бабушка Рая. Здравствуйте. Как у вас дела? Бабушка Рая – одна из самых пожилых и уважаемых избирательниц на своем участке. За свою долгую и богатую событиями жизнь она еще ни разу не пропустила выборы. Сегодня прийти на участок ей тяжеловато, собирается голосовать на дому. Пока волонтеры выясняют у нее детали, когда ей будет удобнее принять представителей избиркома, бабушка делится воспоминаниями. Все время участвовала в выборах, в молодости была агитатором, так что я очень люблю и как-то считаю, что это как-то долг, что ли, или как-то что-то такое, что раз проголосовала, значит, надо дальше жить. И жизни хорошо, и все хорошо. Все ли хорошо с организацией выборов? Есть ли вопросы, проблемы, трудности? В формате видеоконференции выясняют члены краевых избирательных комиссий под председательством главы ЦИК Владимира Чурова. Материала для обсуждения хватает. В одних регионах слишком много жалоб от кандидатов и избирателей. В других – подозрительно высокий процент проголосовавших досрочно. Ставропольский край за несколько часов заседания так и не упомянули. Здесь значительных нарушений или спорных моментов не зафиксировано. Планомерно идет избирательная кампания. Система избирательных комиссий работает стабильно. Работа ведется, в том числе и с избирателями, в настоящий момент ведется по домовой, под дворовый обход избирателей, по квартирный, скажем так, обход избирателей. Направляются извещения, приглашения на выборы. Многие уже получили, многие получат в ближайшее время от участковых избирательных комиссий такие приглашения. Ну а кто не получил, пожалуйста, обращайтесь на телефоны горячей линии избирательной комиссии Ставропольского края. Популярную на рубеже 90-х и 2000-х певицу Диану Гурцкую сегодня многие подзабыли, а ведь она продолжает активную общественную деятельность. И на заседании избиркома, как член общественной палаты России, выступила с речью беспокойством о защите прав избирателей-инвалидов. Более внимательно относиться к выбору мест для избирательных участков. Опять же, с точки зрения их доступности для маломобильных групп. На Ставрополье эти вопросы уже учли. Все участки, где числятся инвалиды-колясочники, оборудованы пандусами. Все места для голосования расположены исключительно на первом этаже. Для слабовидящих избирателей приготовлены специальные трафареты, отпечатанные шрифтом Брайля. Помогать слабослышащим будут сурдопереводчики. В работе с инвалидами задействуют волонтеров. Мы будем активно помогать, собственно, людям с ограниченными возможностями, инвалидов, то есть разных по зрению, по людей с ограниченными возможностями, опорно-двигательной системы, инвалидов по слуху, ну и многим другим. Многие ставропольцы, особенно в сельской местности, привыкли к деревянным обитым бархатам избирательным урнам. Но в этот раз абсолютно на всех участках урны должны быть полностью прозрачными, как и само предстоящее голосование. Здание краевого правительства, так называемый Ставропольский Белый дом, так же, как и все ставропольцы, ждет законно избранного руководителя. Впервые за 14 лет, начиная с 2000 года, решение о том, кто возглавит регион, принадлежит самим жителям. До голосования остаются считанные дни, и пока что есть все предпосылки, что это голосование пройдет чисто и корректно. Леонид Нечпуренко, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Молодым семьям соцвыплаты на жилье, ветеранам Великой Отечественной субсидии, а жильцам из ветхого и аварийного фонда «Квартиры в новом доме». Как на Ставрополе реализуется проект «Доступное и комфортное жилье». Эту тему сегодня подняли на заседании в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства края. Алиса Вартазарян подробнее. Национальный проект «Доступное и комфортное жилье» развивается в крае по нескольким направлениям. В первую очередь, это федеральная целевая программа «Жилище», задача которой – помочь переселенцам из зон конфликтов, чернобыльцам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной. Обеспечить жильем участников войны планируют до 70-летия Победы. Другое не менее важное направление для Ставрополя – переселение из ветхого и аварийного фонда. Полностью ликвидировать очереди планируют в 2016 году. В конечном итоге за три года мы переселим порядка около 4 тысячи человек. Еще никого не переселим? Нет, на сегодняшний момент уже по программе 2013-2014 год у нас порядка 400 граждан уже получили свои квартиры в рамках этой программы. Коснулись и темы соцвыплат. Молодым семьям предоставляется финансовая помощь для оплаты квартиры или дома, строительного подряда, первоначального взноса при получении жилищного кредита. На предоставление социальных выплат краю выделены средства федерального бюджета в размере 50,9 миллиона рублей. Это позволит представить социальные выплаты на приобретение жилья 415 молодым семьям. Обсудили на заседании готовность Ставрополя к осенне-зимнему сезону. На 1 сентября подготовлено 767 котельных, 79% запланировано. 1068 километров тепловых сетей, 80%. Заменено 16,9 километров ветхих сетей, 86%. Сейчас Ставропольский край примерно на 80% готов к отопительному сезону. Работа ведется ежедневно. Коммунальщики проверяют сети и устраняют неполадки. Алиса Вартазарян, Иван Филианов, Ставропольское телевидение. Кавминводы с высоты птичьего полета в небе на Пятигорском всю неделю будут красоваться разноцветные воздушные шары. Столица СКФО принимает гостей и участников 16-го международного фестиваля воздухоплавания. Алина Ткаченко смогла лично оценить драйв покорителей воздушной стихии. 16-й международный фестиваль «Кавказские минеральные воды. Жемчужина России-2014» проходит в Пятигорске. В это же время проводятся соревнования среди лучших пилотов и штурманов мира. Моё личное мнение, что это одно из лучших мест не только в России, но и в мире. Мы достаточно много летаем по всему миру. Здесь условия и горы, и равнины. То есть пилотам для посадки нужна равнина, для полетов интересных нужны горы. Вот в регионе Кавминвод все это присутствует. Там в небе время замирает, поэтому авиаторы и не стареют. Михаил Найдорф из города Долгопрудный уже за 75, а он все летает, все посвящает своих попутчиков в графы и графини. Ведь, согласно легенде, не гоже простолюдинам парить в небе на воздушном судне. Авиаторы-мужчины способны управлять летательным аппаратом и подчинить себе ветер. Вернее, способны с ним договориться. Все они сильные и красивые люди. Но что насчет хрупких девушек? Среди участников соревнований были и представительницы прекрасной половины человечества. Десятилетия назад случился первый полет в жизни Виктории. Пять раз выходила из корзины, прежде чем взлететь. Потом все-таки решилась и взлетела. С тех пор прошло много лет. Теперь Виктория пилота аэростата, а за ее плечами 9 лет работы штурманом. Улететь подальше от земной суеты довелось и нашей съемочной группы. Внизу железные коробочки везут людей на работу, вокруг ваниль туманного рассвета, а телевизионная башня Машука совсем рядом. Живу я как обычный человек, а мне летать охота. Чтобы поднять такого человека, как я, нужно как минимум 19 тысяч воздушных шариков. Но мы поступили намного интереснее. Сегодня мы путешествуем на воздушном шаре. И пока там 8 утра на земле и только утренний кофе люди пьют, мы уже на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. 10 экипажей из Краснодара, Новосибирска, Москвы, Астрахани, Дмитрова и Пятигорска будут всю неделю выполнять базовые упражнения. Погоня за зайцем, потопление кораблей, абордаж, прилет, локоть. Пилотом нашего аэростата оказался победитель прошлогоднего Пятигорского фестиваля, призер российских соревнований Сергей Войнов. Задача нашего воздушного судна была в том, чтобы двигаться по маршруту. Да, мы выполняем задание. А какое? Называется «Мемориал Гордона Беннета». Ага, и задача наша? Наша задача долететь вот до этой дороги, как можно близко к тому перекрестку. Единственное, что солнышка нет, грустно. Немного грустно стало еще от того, что ветер стир. А продолжать движение в штиль невозможно. Корзина воздушного шара и ветвистый лес разделяла несколько сотен метров, а в запасе всего половина баллона газа. Желание подуть как-нибудь так, чтобы получился ветер, было успокоено разумным решением просто не мешать. Исследовать правилами техники безопасности. Сергей Войнов, человек, которому приходилось, уже находясь по плечи в воде, выруливать из течения Волги. Поэтому и посадка на площадку 10 на 10 метров прошла спокойно. Мы спустились на прогулочную тропу вокруг Машука. Люди, гулявшие по курортной зоне, пришлись очень кстати. И парашют собирать помогали, и путь подсказывали, по которому к месту приземления добиралась вся команда на автомобиле. Алина Ткаченко, Евгений Быков, СТС КМВ. Ставрополь – город счастливых людей. Местные молодые люди решили доказать это и запечатлеть на видео всех, кто улыбается и радуется жизни, невзирая ни на какие проблемы. По всему миру люди снимают свои версии клипа на песню «Хэппи», ставшей хитом этого лета. Наш город тоже принял эстафету. Елена Сметанина расскажет о волне счастья, захлестнувшей весь мир, о том, как наш город решил принять в этом участие. Американский певец Фаррел Уильям, записывая песню «Хэппи», подумать не мог о том, насколько она станет популярной. Незаурядный клип без спецэффектов, графики и больших затрат. Просто танцующие под ритмичную музыку люди призывают всех остальных не унывать и улыбаться. Только успел выйти клип на большие экраны, как тут же начали появляться пародии. Сидней, Лондон, Париж, Москва, Санкт-Петербург, Казахстан и другие города приняли участие в эстафете «Счастье по всему миру». Сам Фаррел Уильям в своем интервью в шоу «Опры» рассказал, что, по его мнению, стало причиной популярности его композиции. Понимаете, здесь суть даже не в песне, а о людях, которые показаны на видео, они несут добро и счастье. А слова песни лишь прилагающиеся. Это космический заряд, который проигнорировать просто невозможно. Как известно, Ставрополь официально признан городом, в котором живут самые счастливые люди. Конечно, мы не могли остаться в стороне и тоже подхватили волну хэппи. Уже месяц идут съемки клипа, в котором принимают участие все желающие. Организацией всего процесса занялся 16-летний Саша Жиганов, который посчитал, что идеей передавать счастье посредством заряжающего энергии видео по всей планете – это действительно здорово. Парень просто создал страницу в соцсетях и начал набирать народ для участия в съемках клипа. Ключевая особенность – она в людях. В людях, в том, как они вообще преподносят себя, то есть как они танцуют, как они улыбаются. Это все интересно, все люди разные. Они все делают по-разному. Кто-то прыгает с моста, кто-то прыгает… Нет, хотел сказать с парашюта, но парашюта нет. Кто-то прыгает с моста, кто-то занимается вейкбордингом, то есть по воде катается. Кто-то просто танцует на солдате. И они все разные, и они интересны, и в этом вся соль. Также соль состоит в том, что на огромной стене ребята нарисовали граффити, на котором написано «We are happy from Ставрополь». Эти кадры также войдут в видео, которое сможет увидеть весь мир. Это будет визитной карточкой Ставропольского клипа. Наши ребята пошли дальше. На видео не только люди танцуют, но и выполняют разные трюки, прыгают с высоты, катаются на водной доске. Официальный просмотр клипа, кстати, состоится в день города, до 27 сентября на Крепостной горе. Не исключено, что на этом видео вы сможете увидеть именно себя. Елена Сметанина, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение. Все видеопрограммы вы можете найти на нашем сайте stv24.tv. Заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в социальных сетях. Телефон редакции в Ставрополе 35 13 45. Звоните, мы обязательно откликнемся. А у меня на этом все. С вами был Андрей Шворнев. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин